Большинство наших учителей, архитекторов старшего поколения, лучшие представители, которые здесь сейчас присутствуют с нами, было убеждено, что архитектура – это великое искусство, ошибочно низведённое Никитой Сергеевичем Крущёвым до примитивного технического ремесла и подчинённое интересам не менее примитивного строительного производства. Несмотря ни на что, они, как жрецы некой религии, считали своим долгом нести свет просвещения в тёмные массы заказчиков, агитируя их за высокие идеалы и высокие художественные ценности архитектуры. При втором пришествии капитализма в России это романтическое и героическое поколение оказалось неудел, не выдержав напора новой прагматичной генерации архитекторов, для которых архитектура – только бизнес. Зарабатывание денег на своих должностях, связях и знаниях. Деньги, как известно, не пахнут, а заказчик всегда прав. Прав. Даже тогда, когда они прав и наносят вред архитектуре и обществу. Ещё 20 лет назад профессия была относительно единой, что, кстати, дало возможность консолидироваться и привести первую редакцию закона об архитектурной деятельности. Ныне цех разделился на идеалистов и прагматиков, а сделанное ими архитектуре – на художественную и коммерческую. У этих двух партий разная трудносовместимая идеология, цели и задачи. Но самое печальное, что в прагматике коммерсанты стали относиться к старшему поколению исключительно как к конкурентам, разрушив тем самым столетние традиции наставничества и уважения к опыту старших поколений. Государство тем временем, выхолостив закон об архитектурной деятельности, стало проводить свою архитектурную, в кавычках, политику, основанную на идеологии свободного рынка с одной стороны и хрущёвских представлениях о месте архитектуры в строительстве с другой. Градостроительный кодекс Российской Федерации слова «архитектура» отсутствует, а применяются исключительно словосочетания «архитектурно-строительные проектирования» как часть строительного градостроительного процесса. Отсюда не виданная нигде в мире детальнейшая законодательная регламентация состава, содержания, формы почему-то только одной стадии проектирования, оставляющая все иные этапы создания архитектурного объекта вне всякой регламентации, вне закона. При таком кажущейся непоследовательности Градостроительный кодекс последовательно и целенаправленно выводит деятельность архитектора из-под действия закона, передав объёмно-планировочные решения, опять же почему-то, введения конструктора. Конструктивную часть проекта к ужасу самих конструкторов, отменив все творческие стадии предпроектной концепции, эскизный архитектурный проект, проект застройки, сделав необязательными авторский надзор и участие архитектора в приёмке зданий в эксплуатацию. Такая невиданная в мире антиархитектурная политика основана, как это ни парадоксально, на том самом постановлении ЦК КПСС и Совета Министров о борьбе с излишествами в архитектуре 1956 года. Как и 60 лет назад, сегодня в сознании правящей элиты архитектура – это излишество, плюс административный барьер. А архитекторы нужны только для того, чтобы составить один из 11 разделов проектно-сметанной документации ПСД, обеспечивающие прохождение экспертизы проектных решений. Далее архитектор никому не нужен. Отсюда такая жаркая любовь на тяжество к BIM-технологиям. Нажмёшь на кнопку, и ПСД сама полезет из принтера. Да и вообще, всякое проектирование – это издержки строительного производства, стоимость которых нужно максимально сокращать, а желательность вести к нулю, положив в карман сэкономленные таким образом деньги. Эта извращённая совково-рыночная идеология у нас называется рыночной, хотя опыт стран с рыночной экономией доказывает прямо противоположное. В этих странах деятельность архитекторов – это отдельная, комплексная, профессиональная услуга, а не часть проектирования для строительства. Во всех международных документах – ООН, ВТО, ЕС, деятельность в области архитектуры отделена от строительного производства и находится в разделе профессиональной услуги между юридическими и медицинскими услугами. И представьте себе, никому не приходит в голову рассматривать, например, юридическую деятельность как часть уголовно-исправительной системы или медицину как приставку к фармацевтической промышленности. Под влиянием международных документов и наш родной общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЕД-2 уже давно вынес нашу деятельность из раздела строительства и поместил ее в самостоятельный раздел М, называемый «деятельность профессиональная, научная и техническая». Приняв этот факт, можно легко обнаружить, что понятие «профессиональные услуги» значительно шире любого нашего законодательства понятия, любимого нашими законодательными понятия проектирования, так как эта комплексная услуга состоит как минимум из пяти видов работ, начиная с консультативных и предпроектных услуг в области архитектуры, я не буду называть здесь коды, они есть в материалах конференции, далее идут услуги по архитектурным проектным работам, предусматривающие как минимум три стадии. Организационные услуги по строительству, включающие авторские надзоры и конструкцию со строительными работами, комплексные услуги по всем трем предыдущим услугам вместе, завершают перечень услуг в области архитектуры, прочие услуги в области архитектуры, включающие изготовление демонстрационных материалов и забытое в СССР постоянное представительство от имени заказчика и руководство работами на строительной площадке. Роль строителя при этом во всем мире одинакова. Качественно и в срок реализовать проектные решения и получить достойную оплату за честную работу. И всё! Это буквально с головы на ноги переворачивает представление о месте строительства и архитектуры, зафиксированном в нашем законодательстве. Архитектор из рядового армии проектировщика становится главным специалистом по комплексному качеству, чего нет ни пухлых томов бумаги под названием ПСД, а построенного архитектурного объекта. Получается, что оказывает этот уникальный специалист свои специальные услуги, которые никто, кроме него, дирижёру строительством оказать не может, не строителю, а конечному пользователю, заказчику, застройщику и обществу в целом. Специфика архитектуры в том, что она может создаваться на частные деньги, но становится почти всегда общественным застоянием. Фасад любого частного дома в городе украшает или уродует улицу, на которой стоит дом. И потому общество небезразлично, должно быть небезразлично, по крайней мере, каким будет этот фасад. Тем более, горожанам небезразлично качество публичных пространств и общественных зданий. По этой причине в основу государственной культурной политики уже три года перед нашим государством поставлена задача признания архитектуры социально значимым видом искусства. И что? Да ничего. Полное игнорирование указа президента нашим родным профильным министерствам. Полнейшее. Стоимость перечисленного комплекса архитектурных услуг, кстати, общественной значимости естественно в разы выше стоимости технической разработки проектной документации для строительства. Поэтому полный перечисленный услуг архитектора в мире в среднем составляет 7% от стоимости строительства, а у нас за ПСД в лучшем случае платит 1,5-2%. Наконец, статус профессии и уважение к ней тем выше, чем больше социальная, культурная и экономическая значимость она имеет. Большая ответственность предполагает большие юридические права, страхование, кредиты под имя архитектора. Всё то, чем обладают наши иностранные коллеги, оказывающие услуги, и что не имеет российские архитекторы ответственные только за ту самую ПСД. Не перевернув пресловотую телегу впереди лошади колёсами вниз, не поставив её на дорогу, по которой движется весь мир, Россия никогда не сможет на равных соревноваться с западными звёздами не только в изобретательности и креативности проектов. Тут мы, я уверяю, никогда никому не уступали, но в качестве построенных зданий и архитектурной среды в целом. Тут у нас, как известно, положение не лучше, чем с дорогами. Но на этой дороге, кроме косности законодательства, уже образовались внутренние, внутрицеховые завалы. Это и архитекторы-художники, которым в слове услуги слышится исключительно услужение прихоти клиента. И наши уважаемые коллеги, которые уютно обустроили системы регулирования, саморегулирования деятельности по разработке проектной документации для строительства. Это и новое поколение выпускников вузов, которые не желают брать на себя ответственности. И вполне смирились с ролью дизайнеров фасадов и урбанистов благоустройства городской среды. Противников много, а вот союзник у нас только один, но зато очень важный. Это не государство, не бизнес, не девелопер. Это тот самый конечный пользователь архитектуры, человек и общества. Вернее, общество может стать нашим союзником, если мы сами докажем ему, что готовы служить обществу, так как это исконное предназначение нашей профессии. Если мы сами готовы подписаться под словами, которые 20 лет назад были записаны в преамбуле соглашения Международного союза архитекторов по рекомендуемым международным стандартам профессионализма в архитектурной практике. Первейшим долгом архитектора как профессионалов является забота об обществе, которому они служат. Этот долг превалирует над их личными интересами и интересами заказчиков. Архитекторы, удовлетворяющие стандартам приведенным в настоящем соглашении благодаря полученному образованию, уровню компетентности и усвоенным морально-этическим нормам поведениям будут способствовать, способны блюсти высшие интересы тех сообществ, которым они служат. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин